Врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей Более тысячи статей в интернете Сотен видео на собственном канале YouTube Сегодня решил написать видео на очень важную тему Которую часто уделяют незаслуженно малое внимание Она касается вашего аппетита Потому как если у вас появился аппетит У вас есть выбор И от вашего выбора зависит Будете ли вы при удовлетворении аппетита болеть Либо правильное использование аппетита Позволит вам жить лучше и дольше Хуже тем, у кого аппетит уже не тот, который был в молодости И это очень четкое понятие Люди сами об этом говорят Раньше был моложе аппетит был лучше То есть вы неправильно пользуясь своим аппетитом Ну возможно преждевременно постояли А способом сбить или снизить аппетит в интернете множество Но все они имеют свои как плюсы, так и минусы Причем один и тот же способ Для мужчин и женщин, взрослых и детей Имеет абсолютно разное и тактическое и стратегическое значение Соответственно и разные последствия Чревато не только снижением аппетита постепенным Но и часто утратой части здоровья И даже с угрозой для жизни Поэтому в борьбе с аппетитом Важно знать не только чувство меры Чтобы лишний раз не рисковать своим здоровьем и жизнью Нужно знать как правильно снизить, уменьшить или сбить Особенно зверский аппетит И просмотрев это видео до конца Вы узнаете что такое аппетит И как правильно использовать хороший аппетит Как подавить аппетит Особенно зверский аппетит Ну и что делать Если у вас на фоне хорошего аппетита Развились некоторые болезни Смотрите видео дальше Оно достаточно интересно и познавательно Что же такое аппетит И как правильно использовать хороший аппетит Ну аппетит появляется Когда голодная кровь попадает к вашему гипоталамусу Если у вас периодически появляется аппетит Значит организм на биохимическом уровне Относительно молод И как основной источник энергии Используют углеводы При снижении уровня которого в крови И появляется аппетит Но! Если у вас появился аппетит Значит возможно у вас Хорошо работает инсулярный аппарат поджелудочной железы И с одной стороны это здорово Потому как в данном случае Ваш организм пытается обеспечить себя Как источник энергии углеводами А вот если у вас питание не самое сбалансированное Вот тогда Параллельный процесс Это переработка углеводов в жиры И вы идете по разным стадиям ожирения И многие ищут С этой целью Как сбить этот аппетит Чтобы не увеличивать степень ожирения Которые уже присутствуют в организме Также если у вас Появляется аппетит Значит как склад гликогена Хуже работает печень Или уже не так хорошо Как было раньше Но! Кардинальный вопрос! Аппетит отражает снижение в крови Только одного показателя Уровня сахара Если в крови Снизился уровень сахара в крови То вашему организму требуется не просто сахар Требуется еда И желудок при этом обычно Готов к пищеварению Потому как в нем появляется Активный желудочный сок Конечно если вы не экстремалили Разными ситуациями И не пытались нарушить работу своего желудка А такие методы к сожалению Достаточно распространены Например банальная пищевая сода И если желудок В хорошем состоянии То желудочный сок Готов не просто начинать переваривание Вашей пищи Белков в ней Но и одновременно переварить и микроорганизмы Которые туда могли попасть пищи Пища то у вас не стерильна Вы же не в космосе работаете Живете на планете Земля И дезинфекция пищи нужна! Эффективный этап в вашем организме У животных да это слюна У человека Это только желудочный сок И как вы своим хорошим аппетитом воспользуетесь От этого зависит конечный результат Об этом будет чуть позже в этом видео Поэтому если у вас есть аппетит Это прекрасно Значит организм молод И готов к активной работе И значит у вас оптимально происходит Пищеварение и переваривание пищи Хотя хороший аппетит Это только индикатор Как переваривается пища в желудке И не факт, что переваривание пищи Поджелудочной железой и в тонком кишечнике Происходит также активно Хотя они зависимы от состояния желудка Чем больше вырабатывается в желудке Кислого желудочного сока На принятую пищу Тем больше нужно щелочных секретов Выделить поджелудочной железе Желчному пузырю Сбросить желч Ну и соку тонкого кишечника Для того чтобы на протяжении Восьми метров тонкого кишечника Оптимально допереварить Ту пищу которую вы употребили Хуже когда присутствует зверский аппетит Тут вы уже многое прозевали Неправильно совершали действия до этого И попали в очень серьезную ситуацию Если вы не умеете им правильно пользоваться Таким выраженным аппетитом Есть риск легко набрать избыточный вес Ну с развитием разных степеней ожирения За которыми когтений следует Сахарный диабет 2 типа Атерослероз сосудов Подагра Гипертоническая болезнь Которых на фоне жирового гепатоза Либо стеатогепатитов А в печени обычно эти изменения уже присутствуют Объединяют в метаболический синдром Либо смертельный квартет Кому как нравится Для оптимистов наверное Метаболический синдром Для пессимистов наверное смертельный квартет Почему? Потому что жестко нарушается обмен веществ Повышается риски Особенно кардиологический риск И с этим нужно Бороться лучше до туго Чем после туго Лучше предупредить Чем потом активно лечить Если неумеренное употребление пищи Не завершится ее Полноценным перевариванием Ну не только обострение панкреатита Либо дисбактериоза кишечника Покажется вам просто Ну блаженством Потому как очень жестко Реагирует сердечно-сосудистая система На Плохое переваривание пищи Не важно в какой степени Как она не переварилась Обычно нагрузка на сердце и сосуды Резко увеличивается И серьезные риски возникают Поэтому важно понимать Что аппетит это сигнал Даже как жажда Жажда тоже Ну подумаешь Один процент обезвоживания вашего организма И жесткая нагрузка на сердце и сосуды Вот аппетит это тоже Очень серьезный показатель Неправильно удовлетворяя который Или неправильно снимая этот показатель Вы серьезно рискуете Своим здоровьем и даже жизнью Ну как правильно Удовлетворять аппетит Как правильно употреблять пищу И другие продукты питания Чтобы все-таки Правильно его контролировать И обеспечивать ваш организм Наилучшим образом Вы узнаете Прямо сейчас В том числе И распространенные методы Которыми часто пользуются И неосознанно наносят в себе вред Но об этом будет Прямо сейчас Что же делать Если у вас появился аппетит Ну напомню аппетит появляется Когда в крови Снижается уровень всего одного показателя Уровня глюкозы И примерно 500 других компонентов Остаются за кадром Можем только предположить Что их тоже не хватает Потому как Обмен веществ Не идет только Лишь на глюкозе Даже когда организм использует Исключительно Глюкозу В обмене веществ Как источник энергии Но на то Чтобы ее Правильно Извлечь Эту энергию Расходуют и работают И белки И витамины Макро Микроэлементы Целый комплекс Работает На переработку глюкозы И тоже Изнашивается Эти показатели Тоже в крови Начинают играть Организм Устроен очень мудро Не хватает Очень важного Компонента Кислорода И вы это четко все ощущаете Все абсолютно одинаково Кислородное голодание Не хватает воды Появилась жажда Не хватает Глюкозы Равно еды Появилось чувство голода Появился аппетит И вот здесь Другие показатели По умолчанию Тоже их не хватает Но если бы Ваш организм Сигнализировал О всех показателях Ну это Было бы Чрезвычайно сложно Решить Понять И удовлетворить Ну как например Спросите Женщину В предминструальном синдроме Что ей хочется И вы узнаете Что оказывается Ей хочется Жареного молока Оказывается Ей хочется Подкопченной водки Или какие-то другие Экзотические продукты питания Поэтому Появился аппетит Его нужно удовлетворить Самое простое Это Понятно Еда Безусловно Ее хорошо бы Сбалансировать В зависимости от Вашего Пола Возраста Сезона Года Климатических условий Особенности Вашей трудовой деятельности Того что вы делали вчера То что вы предполагаете Сделать завтра Сахар Я понимаю что вы не диетолог Съешьте хоть что-нибудь И это что-нибудь Значительно больше чем просто один сахар И это уже лучше чем ничего Хотя многие Частично люди Пытаются потерпеть Да я вас понимаю С аппетитом таким образом Справиться можно Но У вас должен быть Во-первых Шикарный Желудок Потому как Обычное Состояние Желудка В нем Всегда есть Желудочный сок Но в небольшом количестве Когда появляется аппетит Желудочный сок Становится больше И он начинает активно Разъедать Стенки Желудка И вот Желудок у вас должен быть Супер хорошего Запаса прочности Тогда вы можете Потерпеть аппетит И отложить его На какое-то время Если у вас это Реально получится Если у вас Реальный аппетит исчез Я вас поздравляю Вы переходите в клуб 60 плюс То есть ваш организм Не получив сахар Не получив еды Начинает вырабатывать Сахар Из жиров Хуже Из белков Уровень сахара в крови Поднялся Аппетит исчез Откуда возьмет ваш организм Другие 499 компонентов Нужные Для поддержания Обмена веществ А ниоткуда Сахар в крови есть Вроде как все здорово А обмен веществ Идет не так как нужно И в этом кроется Большая-большая проблема Поэтому Если появился аппетит Его не нужно Пережидать Его не нужно Терпеть Его нужно Правильно Удовлетворить А как правильно Вы узнаете прямо сейчас Часто при появлении аппетита Пьют обычную воду Стакан Два-три С какой-то периодичностью Что вы от этого получаете Ну реально Увеличивается объем В желудке Имитируется Что в организм попала Еда Рецепторов В желудке нет Он не может идентифицировать Что попало в желудок Но раз что-то попало Он рассчитывает Что там все-таки Оказалась еда И он на время от вас Отстанет Что вы получаете На выходе Да Вода проходит Из желудка В двенадцатиперстную кишку В желудке Очень слабо всасывается Более активно все-таки Девяносто процентов Воды всасывается В тонком кишечнике И 5-10 В желудке Попадая в кровь Вода не принесла Практически ничего Ну раньше вы выпили Не очень хорошо Очищенную воду И частично переварили Тех бактерий Или те грибы Которые оказались В такой воде Да Какое-то сомнительное питание В организм все-таки поступило Но Уровень сахара в крови Подняться не может Его просто не было в воде И возникает какая ситуация Да Вы отсрочили Прием пищи следующий Но Вы опять-таки Организм Поставили В очень невыгодное Положение Ваша печень Вынуждена Перерабатывать Жиры и белки В углеводы Если это Один из способов Борьбы с ожирением То Далеко не самый лучший Далеко не самый простой Потому как Перестраивая Энергетику организма С углеводов На жиры Вы опять-таки Стареете А это Не самый лучший способ Борьбы с аппетитом Не самая лучшая цена Да Боролся с аппетитом Но преждевременно Постарел Поэтому Так лучше не делать А как Какой более Тоже распространенный способ Но более щадящий Для организма Вы узнаете прямо сейчас Более правильный На мой взгляд Способ Все-таки Нужно компенсировать Падение сахара В крови И можно Съесть просто Сахар Значительно лучше Если это будет мед Могут быть Фрукты Сладкого вкуса Финики Бананы Изюм Да конечно В данном случае В организм Уже попадают Какие-то калории Но Калории Да Относительно быстрые Но Кто вас заставляет Съедать ведро Меда Или Кто вас Заставляет съесть 2 килограмма Фиников Или бананов Ешьте правильно Растягиваете Удовольствие Берете мед Небольшими порциями Кладете на язык Рассасываете Следующая порция Одновременно Кстати вы можете Побороться С таким достаточно Распространенным Заболеванием Как фаренгит Особенно те У кого были удалены Гланды Потому как мед Проходя По Фактически Горлу Работает как антибиотик Если там Какие-то Стрептококки Задержались В вашем организме Ну Не очень сладкую жизнь Вы им точно обеспечите А одновременно Постепенно Будете поднимать Уровень сахара в крови Тем более Что мед Это не чистая глюкоза Это глюкоза И фруктоза 50 на 50 Плюс Там есть какие-то Витамины Там есть какие-то Белки Там есть какие-то Макро Микроэлементы И вы уже Более полноценно Влияете На уровень сахара в крови Поднимая Не только уровень сахара в крови Но и Поставляя туда Какие-то Новые Дополнительные Дополнительные Компоненты И это уже лучше Больше того Если вы это будете делать правильно Медленно Никуда не торопясь Постепенно Постепенное Повышение уровня сахара в крови Не даст вам рикошет Если вы съели быстро Взяли пару ложек меда Забросили в свой желудок Они проскочили Разбавились желудочным соком То есть концентрация резко уменьшилась Попали в двенадцатиперстную кишку Быстро всосались кровь Организм увидел Караул То не было сахара То вдруг его стало много Раздражается Инсулярный аппарат Поджелудочной железы Сахар моментально Забивается в клетки И уровень сахара опять падает Ниже даже исходного уровня И вы очень серьезно рискуете Во-первых Вы изменяете Жестко влияете На обмен веществ Вы его извращаете Вы резко заставляете организм Избавляться от углеводов В кровеносном русле Загоняя их в клетки А так как клетки ваши Не знали Что вы вдруг съедите Несколько ложек меда Они не смогли активироваться К этому времени Чтобы этот сахар Быстро метаболизировать То ваш мед превратится добросовестно в жир И новой порцией аппетита Он потребует Новую порцию и углеводов Чтобы этого не было Можно делать правильно Можно делать постепенно Поэтому небольшими порциями Глотаете мед Если нет меда под рукой Когда у вас появился аппетит А вам не хочется Все-таки хочется Покушать немножко позже А не в этот раз Ну Другими Любыми Короткими углеводами Тормозите свой аппетит И растягиваете удовольствие А вот Как сделать правильно Как правильно справиться с аппетитом Вы узнаете прямо сейчас Что же делать Если появился аппетит Все-таки нужно кушать Но правильно Тогда вы сможете решить И те задачи Которые вы ставите Возможно перед собой В ближайшей И в отдаленной перспективе Часто боятся кушать Когда занимаются снижением веса Я вас понимаю Если вы неправильно кушаете Бойтесь Неправильное питание Будет давать вам После аппетита Новый набор веса Если же у вас появился аппетит И вы хотите правильно снижать вес Первым в желудок Должны зайти Белки Мясо Рыба Яйца Птица Возможно молочные продукты Они содержат Относительно много белка Белок Относительно долго Переваливается в желудке И задержит пищу в желудке То есть Ваш аппетит Новая порция его Появится не так скоро И даже при самой мощной секреции Желудочного сока Раньше чем через полтора-два часа Эта пища из желудка не выйдет Она будет там находиться А значит Новый приступ аппетита У вас появится Не раньше А если Желудок у вас уже Не самый мощный Не самый лучший То возможно и через 3 И через 4 часа Появится новая порция аппетита Но одними белками питаться Жестко Это плохо Поэтому В данном случае В желудок должен зайти еще и гарнир Вторым Не первым Что такое гарнир Это овощи и фрукты Лучше в термообработке По объему Примерно равные Белковому компоненту То есть Вы углеводы подбросили Но в небольшом количестве Зайдя после белка Они позже попадут в кровь И притормозят ваш аппетит После того как белок Выйдет из желудка в кишечник Потому как сахар появится только после этого В кровеносном русском И это здорово Если Вы хотите Не снижать А набирать вес В данном случае Все должно быть немножко наоборот У вас Количество гарнира Должно быть относительно много И он должен первым зайти в пищеварительную систему А белок там На закуску На десерт Что вы в этом случае получите Быстрое переварение гарнира Быстрое попадание в кровь Простых углеводов У вас Сахар в крови резко поднялся И ваш организм Не зная что этот сюрприз У него сейчас состоится Быстро перерабатывает Сахар в жировую ткань Снижает сахар И повышает вам новые порции аппетита То есть усиливает Выработку желудочного сока Для переварения белка А если вы еще и правильно Комбинируете питание и движение То вы не только жировую массу будете набирать Но и белковую То есть вы можете И белки Правильно приняты и усвоены Закачивать в мышцы То есть набирать Какой-то вес Если же вам не нужно регулировать свой вес Без проблем Все-таки белковый компонент должен зайти первым Углеводистый вторым И как правило если вам не нужно Снижать не набирать вес То углеводов может быть относительно больше Чем белкового компонента Раза в 3-4 И это будет правильно А вот если вы не удовлетворили аппетит Не сбили аппетит каким-то образом У вас может появиться зверский аппетит И это очень плохое состояние И чем оно опасно Вы узнаете прямо сейчас Что же делать Если вы с прохладцей отнеслись К появлению вас аппетита Либо попытались его неправильно удовлетворить Либо у вас это не получилось И аппетит усилился Но состояние зверский аппетит Или чувство волчьего голода Ну с одной стороны вы понимаете Что ваша печень решила эту ситуацию Спустить на тормозах И не перерабатывает Ценные белки и жиры в углеводы И вроде как ваш организм не стареет На биохимическом уровне Но Такое снижение уровня сахара При этом происходит Что вы можете легко попасть в гипогликемическую кому В которую уже вы сами себе помощь оказать не можете В состоянии зверский аппетит Или волчий голод Еще можете Но очень близко Гипогликемическая кома К которой Вы просто Вдруг теряете сознание Падаете У вас судороги И хорошо Если окажется кто-то рядом Который поймет Что вам просто не хватает сахара И каким-то путем Ведет сахар в ваш организм Но лучше если вы это сделаете сами Если появился зверский аппетит Ни в коем случае не вода Ни в коем случае уже тут даже не еда Вам могут подойти Разве что соки фреш Вам может подойти просто Сахар Мед Любую конфету можете Проглотить шоколадку съесть Не обязательно много Главное начать Главное запустить этот процесс Потому как Только через несколько минут Минимум Эти углеводы Способны попасть в кровь Сколько бы вы их Не держали во рту Растые сахара во рту К сожалению не всасываются И поднять сахар В кровеносном русле Таким путем У вас не получится Поэтому появился этот аппетит Его не только Сбивать нужно Его нужно Жестко контролировать А после этого Не забыть поесть А вот Какие неприятные ситуации Могут возникнуть В вашем организме Если вы Длительное время Неправильно Контролировали Свой аппетит Вы об этом узнаете Прямо сейчас Что же делать Если вы Хорошим аппетитом Наели себе Различные болезни В зависимости От их состава От их выраженности Должно быть и лечение Не следует Закрывать глаза На проблему Многие считают Ну да Есть избыточный вес Ну просто Нарушен обмен веществ Вопрос В какой степени Нарушен Такие опасности Для вашего здоровья И для вашей жизни Ожирение представляет Перемотайте так Минут на 10 Назад Это видео И обновить эту ситуацию Если вы о ней забыли А не лечить нельзя Но Первый кабинет Который вы должны Попасть При наличии избыточного веса Это все таки психолог Нужно понять Те психологические ситуации Которые вы не можете Решить самостоятельно И пытаетесь Заглушить их В своем организме Неумеренно употребляя еду А дальше Уже конечно Диетолог Нужно понять По анализам В какой степени И какой вид обмена веществ Как нарушен И соответственно С этим Уже разрабатывать Систему питания И выхода из той ситуации В которой вы оказались Тогда и жить будете Лучше и дольше Вот на этой Позитивной ноте Я это видео Буду заканчивать С привычными Подписчиками моего канала Словами Крепкого вам здоровья И разумного к нему отношения И пока вы думаете Кому отправить ссылочку На это видео Поставить на него лайк Я тоже подумаю Какое еще видео На эту тему Написать Для вас На тему здоровья И активного долголетия До новых встреч на моем канале